Добрый день, вечер! Меня зовут Лиза. Я сейчас хочу вам представить проект, доступное приложение, чтобы решать проблемы глухих в сфере искусства, в сфере образования. Дальше. Чтобы глухим было интересно посещать музей, чтобы они получали информацию, чтобы они развивали свои знания, повышали свою грамотность и культуру, повышали свой языковый барьер. Дальше. Я хотела бы, мое мнение, предложить вот такое решение. Создать платформу, с помощью которой глухие люди получат доступ к информации о произведениях искусств. Также с ее помощью будут искаться волонтеры, сурдопереводчики, с сайта для привлечения волонтеров, доступ к фильмам для глухих. Будет организован поиск волонтеров, владеющих сурдопереводом. Будет предложена дистанционная запись, видео, а также будет проведена экскурсия с гидом и видеозаписью. Таким образом информация об экспонатах будет доступна пополняться. Только мы начнем в Москве с создания приложений, с помощью которого посетитель музея будет сканировать код, который будет выдавать информацию по произведению искусств в письменном виде с возможностью менять размер текста. Можно будет менять размер текста и видео с сурдопереводом. Можно дальше? Вот такое будет описание. Это будет сурдоперевод. Можно дальше? Вот так это будет выглядеть. Значит, можно регулятор объема. Вот это будет сурдопереводчик. Можно будет, например, у кого не будет хватать памяти, скачать. Можно будет скачать, пожалуйста, по желанию. Вот это сканируется код в любом музее. Можно даже посмотреть историю, сохраненную информацию, что существует, например, в Третьяковской галерее. С помощью нашего приложения у глухих людей появится полезный и интересный вид культурного досуга. Люди, которые учатся, например, как им узнать вот эту информацию, развивать свои знания. Вот они смогут развивать знания жестовыми языками, получать доступ информации в сфере искусства. Что было сделано за Хакатон? Разработана концепция мобильного приложения, сформирован паспорт продукта, создание сценария с сайта, например. Можно будет показать для привлечения волонтеров, знающих жестовый язык, чтобы они могли бесплатно перевести. Сделан был логотип, реврентинг, следующее. На что пойдут деньги? Чтобы запустить сайт, деньги будут на рекламу, на социальные сайты будут. У кого, где глухие в основном находятся, поиск гидов, знающих сурдоперевод для записи, запуск приложения. Вот мне нужно разработать проект, вот на этом мне нужны деньги. Спасибо за внимание. У меня три вопроса. Первый – это сколько планируется штат, который будет работать над этим проектом, и сколько требуется времени на цифровку одного объекта, чтобы сделать контент, который вы можете выложить? Сколько времени на один объект уходят? Нет, не на музей, на одну картину, на один объект искусства. Мы хотели привлечь глухим, которым было понятно и ясно жестовый язык, чтобы глухие понимали, о чем речь. Им не только история, чтобы для школы. А дети не понимают, когда учитель рассказывает. Времени, я думаю, минимальное. А как хотите вы с музеями договариваться? Будем приходить в музей, предлагать, чтобы доступа глухим. Ну, как бы предлагать свои решения через музей. А вы, когда были в каком-то музее, сейчас… Ну да. Тише, 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 да. В музее есть уже какой-то… Готово. Приложение в этом музее, экспоната там. Ну, когда это приложение использовали? Нет, я не использовала. Никогда не использовала. Может, редко. Я просто это придумала, что нужно это глухим. Для слышащих есть, а для глухих нет. Вот они приходят и смотрят картины, а что там, не понимают. Глухих очень плохо знают русский язык. Глухие очень мало, так сказать, образование низкое, поэтому не все знают русский язык. И поэтому о чем они не все понимают. Поэтому нужно сделать портал на жестовом языке, чтобы люди могли понимать историю культуры. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok